В зоне риска подтопления в Алтайском крае 200 населенных пунктов и 15 тысяч домов. С первой весенней оттепелью близится паводковый период. В нашем регионе уже началась подготовка к половодию. 435 пунктов временного размещения уже обустроены. Они способны вместить 35 тысяч человек. Отмечу в этом году толщина льда достигает 1 метра, а значит велика вероятность заторов. На опасных участках лед будут пилить или взрывать, в зависимости от того, как быстро прибывает вода. Для проведения предупредительных мероприятий создан резерв финансовых ресурсов на ликвидацию ЧАЭС в общем объеме 424 миллиона рублей. И резерв материальных ресурсов на сумму 549 миллионов рублей. Для обеспечения пропуска паводков. Вот у нас в Алтайском крае создана группировка сил и средств общей численностью 14 457 человек. 3738 единиц техники, в том числе 2697 единиц автомобильной техники. Новый ФАП открыли в селе Ключи Тюменцевского района. Его построили по программе устойчивое развитие сельских территорий. Важность этой целевой программы отметил и президент страны во время послания Федеральному собранию. Как заявил глава государства, если в селе живет более ста человек, в нем необходимо построить новый ФАП. Подробности о том, как реализуют программу в нашем регионе, расскажет Вадим Слюсарев. Это шина на верхнюю конечность, абсолютно новая. Здесь даже я не видела. Такие передовые медицинские инструменты Анастасии Копаевой просто необходимы. На ее попечении 450 жителей села Клочки. Половина населения – самая сложная категория пациентов, пенсионеры и дети. Теперь их будут обследовать в новом фельдшерско-акушерском пункте. Он оборудован согласно всем современным медицинским требованиям. Есть процедурные, гинекологические и терапевтические кабинеты. С другой стороны, это еще и аптека в шаговой доступности. Четвертую часть населения у нас – пенсионеры. И для них это очень важно, чтобы продавались таблеточки, чтобы обратиться было всегда к кому. Открытие ФАПа для сельчан – настоящий подарок, а стоит он 4 миллиона рублей. Это средства регионального и федерального бюджетов, выделенные по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Благодаря ей за пять лет в нашем регионе построили 36 фельдшерско-акушерских пунктов. И для сел новые ФАПы не роскошь, а острая необходимость. Я в свое время, будучи депутатом краевого законодательного собрания еще, на встречах с жителями получал всегда одни и те же вопросы. Когда же мы решим вопрос медицины, когда у нас будет новый ФАП. Поэтому сегодня для сельчан праздник. У них есть и ФАП, и школа, и клуб. И, по сути дела, все то для того, чтобы можно здесь жить. Одно только оборудование для этого ФАПа в селе Клочке обошлось в 400 тысяч рублей. Дефибриллятор и глюкометр – инструменты для оказания неотложной помощи. Для сравнения, еще два года назад эта сумма была в четыре раза меньше. И это только начало. До конца этого года планируют построить еще шесть ФАПов. И тогда максимальное количество сельских жителей получит качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс. Новости. Родители военнослужащих президентского полка будут получать материальную поддержку. Средства можно использовать на покупку билетов в Москву на церемонию принятия присяги. Соответствующее постановление утвердил глава региона Александр Карлин. На поездку родители смогут получить до 18 тысяч рублей. Кроме того, семья военнослужащего может претендовать на другое денежное вознаграждение – 10 тысяч рублей. Для ее получения нужно обратиться с заявлением в Департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности. На этом у меня все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru. Хорошего вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова